МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Верхней Палате Парламента нашу воблаць проставить 8 человек. За ходом выбора у Сачиу Алексей Нсерову. Згодно с дневчим законодавством, выборы членов Совета Республики ожитивляются на огольном сходе депутатов Мясовых Советов Базов Гаузровню. На оголчине это 790 человек, 419, за яких приняли удел у посадженни. Выборы членов Совета Республики – заключный этап формирования национального схода Республики Беларусь. 11 вересня были выбраны депутаты Палаты Простовников, теперь необходимо назвать прозвищи тех, кто будет представлять Гомельскую область в Верхней Палате. По намоске членов Совета Республики попередних откликаний завершаются 18-го столичника. Выборы президиума, секретариата, мандатной комиссии, сход проходят в ответственности с потребованиями выборчика кодекса. Прозвищи 8 кандидатов у членов Совета Республики, названные на посадженниях президиумов, советов депутатов и выконавших комитетов. 23-го жнивня Центр Бабаркам взравеют заключение по законности выручения. Не глядяче на то, что кандидаты прозвучат у розных сферах, кожный язык доброведует ситуацию и у инших глинах. Плюс великий житёвый опыт. Усёх это дозволяет свержать, что в Гомельскую область у Верхней Палате Беларусского парламента будут представлять компетентные и инициативные люди. Сегодня очень много делается для того, чтобы мы вышли в международные проекты. И в последние годы нам удалось это сделать. Мы закрепились на рынках Российской Федерации, Украины, стран Латинской Америки. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день наше предприятие может достойно представлять интересы нашего государства за пределами нашей республики. Сгодно с рекламентом выборы членов Совета Республики отбываются тайным голосованием. Уся процедура займае около 40 хвилин. Есть час, чтобы я еще раз встретиться с кандидатами в Совет Республики и задать мне какие-то пытания. По прошлой годы в Беларуси укладены значные бюджетные сроки в развитие Галин, но чекаемая отдача, пока досягнута не усюда. В приватности это отречется аграрного сектора. Директор Субзвезда Чеческого района Галина Требунах-Переканана сегодня больше уваги необходимо надавать работе на местовом утром. Самая главная задача теперь стоит перед нами. Все то, что вложено в сельское хозяйство, чтобы мы это не растирали, чтобы мы это все приняли и с этим всем работали дальше. Все зависит от нашего труда. У вынеку тайного голосования членами Совета Республики Национального схода Республики Беларусь от Гомельской в области выбранным начальник Гомельского отделения белорусской чагунки Рыгор Дворок, генеральный директор предприемства Гомель Абалдарбуд Игорь Кравченко, генеральный директор объединения Беларусь-Нафта Александр Ляхов, головный редактор Жвобинской районной газеты «Новый день» Галина Мельникова, директор СССР предприемства «Звезда» Галина Требунах, головный врач Гомельской городской клиничной больницы номер один Олег Ядрынцев, первый сократар Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков, директор Мазырской середней школы номер 16 Оксана Ковалькова. Есть ли основные задачи? Их как бы много, которые необходимо решать уже сегодня. Даже Александр Григорьевич Лукашенко говорил на пятом Белорусском народном собрании, что только за один год, 2017 год, принято около 160 новых законодательных актов, которые помогут стране развиваться лучше. Они касаются конкурентноспособной продукции и развитию образования как на международном уровне, так и включать профильное обучение 10-11 класса, инклюзивное образование. Поэтому вопросов еще очень много, которые нужно просто продолжать развивать и решать. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля проходит пятый белорусско-финляндский экономичный форум. Его дельниками стали представники широку финских компаний, керавництва Министерства замежных справ двух краин, органов мясовой улады. Подробязности в наступном сюжете. Финская делегация селита – самая представницшая за всю историю проведения подобных сустреч. Цекавость до установления партнерства выказали каля 40 компаний. Мы привезли из Финляндии самую большую бизнес-делегацию за время наших двусторонних отношений. Это порядка 40 компаний, крупных, значительных. Ну и, конечно, представители мелкого и среднего бизнеса. И делегация насчитывает более 50 человек. Главное – это представители компаний, которые намерены найти здесь, в Гомельском регионе, партнеров. Интересы финского боку до белорусской экономики связаны с супрационистом у энергетици. Тут у финнов есть колоссальный опыт. Цекавость выказывают так само до древа працовки и сельской господарки. И тут уже нам есть чем поделиться. Среди перспективных напрямков партнерства называют перепрацовку коммунальных и промысловых отыходов сельско-господаршая машинобудование айти-технологии. Здесь в Гомеле конкретно у нас есть интерес к сотрудничеству в рамках свободной экономической зоны, с которой у нас уже налажены отношения. И мы надеемся, что нам удастся их развивать. Гандлёвое экономичное супрационистство помеж Беларусью и Финляндии носит взаимовыгодный характер. По выниках минулого года товарооборот склав свыше 100 миллионов долларов США. Пятая частка у агульном обороте приходится на Гомельскую область. Свою продукцию Финляндию поставляют у Тымлику. Беларусский металлургичный завод, Централит и широк приватных компаний региона. По прогнозах экспертов, пятый Беларусско-финляндский экономичный форум должен расширить существующие связи. Настасия Кучинская, Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телеродоакомпания Гомель. До инших тем. У РАЦСОЖ Знайшли авиационную бомбу часов Великой Айчыной войны. Она находилась на трехметровой глыбине на супраць набережной у районе Белецкого спуску. Бомбу выявили водолазы подчас навучально-тренировочных спусков. Зараз место, где она была знойдена, агароджена. Выставлены специальный буй. До работы долучились все затекавленные службы. По словах специалистов, небезпеки для отпочивающих на пляже предмет не представлял. Предмет обнаружен вне границ пляжа. Он обнаружен на судовом ходу реки Сож. А это приличное расстояние. Ежегодно перед началом купального сезона акватория всех пляжей города Гомеля и области, оно проходит водолазное обследование и очистка. Черговый выпуск программы «Добрый вечер Гомель» просвеченный 75-ти годзю Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов Айчиной войны. Как начиналась история медицинской установы, что выкликает особливый гонор у тех, кто стоял для вытоков развития сучасного шпиталя, и ке задачи ставят перед собой супрацовники сёння. Про это и многое иншее подзе размова с гостями студии. Глядите «Добрый вечер Гомель» сёння у 19.30 на телеканале «Беларусь-4». У першыни у Беларуси открылся проект «Видовочная и неверогодная оптыка». Новая выстава у Гомельским палацу румянцвых и Паскевичаў обюцая на заужды разбурыць уявлений об тым, што навыка и чаровництва несумещальныя. Наш корреспондент Настасия Кучинская переканалася у гэтым на практице. 30 инсталляций подрыхтованы вытворцами знакомитого варшавского центра «Коперник». Его визитная картка «Сумещение навыки и мастацтва». Проект «Видовочная и неверогодная» у Польши наведали десятки тысяч глядашоў. Зараз такая махшыма з'явилась ў гостей у Гомельского палаца румянцевых и Паскевичаў. У першыню в историю музея правило рукаме не шапать неденешаў, капотымать полное уражение от выставы. За экспонатами треба удлимодзей не шать. Внешне экспонат простой, но когда он заглядывает и может почувствовать явление, он может увидеть иллюзию, он может разглядзеть какие-то законы научные, каждый эффект какой-то, но всё равно это эмоция. То, что побуждает, собственно, дальше человека идти и развиваться в данном направлении. Экспонаты дозволяюць убачыць уластивості святла, пагуляць с колерами і светловымі проміннями. Наведвальнікі выставы могут покрутіць вілізарны, калейдаскопы, крывы і люстыркі, ті створыць аутопортрэт незвычайна га колеру. Больше за всю, конечно, гэта уражвае школьнікаў. Очень понравилась. Всё такое необычное. Если бы уроки физики в школе были бы такими же, как здесь, то было бы очень хорошо. Выстава «Вядовочная» і неверагодная оптыка будзе працаваць у Гомілі до 30-го кастрышніка. Ужу зараз у організатору вёсть планы привезти у Гомілі наступны падобны праэкт. Настасья Кучынская, Михаил Рабкоу, телерадиокампания «Гоміл». И об спорте. У Гомілі сёння праходзіць першынство в області па самба. Па ёго выніках будзе сформіравана каманды, якая працтавіць наш регіон на рэспабліканскіх спаборніцтвах. Самба хоть і не олімпіскі від спорту, аднак інтарэс з боку молодзі да ёго стабільна высокі. Гэта, відаць, наборство цікавы сваёй універсальнастю і пастаянным развіццём. У ім сабраны самая эффективная прайома і тактыкі. До таго ж яно выховує характер і волю. У першынстві прайнялі ўдзіл більш як 50 юнакоў 1999-2001 гадо нараджэння. Пераможцы ў сваіх вахавых катэгорях адправіцца на рэспабліканскі спаборніцтвы, які і адбудуцца на пачатку кастрычніка ў стайках. У сборного состава вадзёт два состава, первый і второй номер, а там ўже пасмотрым, хто будзе сильне на конце учебно-тренировочного сборы, ті і ўже выйдуць на першынстві республіки. На гэтым выпуск завершэнэ у студыі працэвала Наталі Ігнацэнка. Я і моі калэгі жыдаем вам плённага дня. Та новых сустрэчу ефірэй. Наталі Ігнацэнка. Наталі Ігнацэнка. Наталі Ігнацэнка.